Выбросить из жизни от 7 до 15 лет очень просто. Внушительный срок тюремного заключения дают за приобретение, хранение и изготовление наркотических и психотропных веществ. Восстановить репутацию после совершения преступления невозможно. Оказаться в тюрьме ради быстрой наживы может любой беспечный подросток, который пойдет на поводу у распространителей наркотиков. Сейчас существует целая схема вовлечения молодежи в этот безжалостный бизнес. Не забывайте, что у вас есть родные, близкие, которые, я думаю, не очень будет им приятно узнать про то, что вы ввязались в какую-то непонятную ситуацию для того, чтобы заработать легких денег. Поверьте, легких денег не бывает. Соответственно, сейчас вообще в данный момент сотрудникам полиции ведется борьба с наркотиками и также лицами, которые пытаются распространять и втянуть несовершеннолетних лиц. Помимо борьбы с преступниками, сотрудники полиции проводят профилактические лекции с подростками. Сегодня правоохранители посетили колледж Московия в поселке Развилка. Общались со студентами первого и второго курсов. Это очень важный был день для всех студентов, потому что такие профилактические беседы очень влияют на мировоззрение самих подростков, поскольку они теперь смогут думать перед тем, как что-то сделать. Ведь они знают теперь все свои, то есть ответственность за то или иное действие. Ребята отметили, что дружить и даже просто общаться с бывшими заключенными они бы не стали. И никто из студентов не хотел бы для себя такой участи. Вставать на этот путь не стоит никому, я считаю. И тем более маленьким детям. Но тюремный срок не единственная проблема, которую приобретает наркоман. Его физическое и психическое здоровье будет подорвано. В Ленинском городском округе с подростковой наркоманией правоохранители не сталкивались несколько лет. В этом году ситуация изменилась. Сейчас на учете стоит один 13-летний юноша. Чудом выжил после передозировки. Несколько недель пролежал в реанимации. Сильно меняется внутренний мир человека. Он становится отчужденным, холодным, утрачивает прежние интересы, утрачивает теплоту в общении даже с родителями. Становится скрытным. У него появляются те секреты, о которых он никаким образом не хочет рассказать родителю, педагогу или близкому человеку. Не полицейские или психологи, а именно родители должны защитить своего ребенка от пагубного занятия. Просто стоит быть более внимательными к подростку, специалисты подсказывают. Признаков употребления наркотиков масса. И это вовсе не следы от уколов, а поведение. Новые друзья, о которых ребенок не рассказывает, резкая смена увлечений, снижение успеваемости в учебном заведении.